Бойцы диверсионно-разведывательной бригады Днепр приняли участие в параде в честь 34-й годовщины со дня провозглашения республики. Ребята приехали на мотоциклах, которые самые восстановили и используют в зоне специальной военной операции. Мотопробегом из Мелитополя в Схинвал. Мы третьи сутки в пути сегодня прибыли к вам для того, чтобы поучаствовать в параде, для того, чтобы поздравить осетин с таким замечательным праздником. Мы уже не первый год участвуем в этом празднике, так как и в зоне СВО осетины бьются с нами плечом к плечу. И в 2008 году ситуация, которая здесь происходила, я принимал в ней участие. Также мы с осетинами бились плечом к плечу, поэтому мы приехали поддержать, поздравить, порадоваться вместе и, скажем так, пройти по парадам, показать наших железных коней. Все, кто сегодня прибыл со мной, это бойцы бригады Днепр, ветераны боевых действий, участники СВО, которые уже не первый год в зоне боевых действий со мной. С самого первого дня практически сначала мы создавали полицию Запорожской области, потом мы сформировали и вели боевые действия в составе бригады Днепр, перевесённой разведной бригады Днепр. Сейчас формируем мотокорпус и ещё одно подразделение боевое, которое тоже будет находиться в зоне СВО, которое тоже будет воевать, которое также будет над немцам с нашей земли. Гости республики проехали 2400 километров. Путь мотопробега проходил по маршруту Мелитополь, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Тихорецк, Армавир, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ и Цхинвал. Бойцы на своих железных конях впервые стали участниками военного парада. Выехали на 11 мотоциклах, два взломались по дороге, дорога длинная, тяжёлая, в горах, кстати, тоже мы первый раз в горах, и мотоциклы себя повели тоже так очень непредсказуемо, поэтому тяжело было, дорога до вас тяжело, но мы прибыли, все ребята здесь довольно рады. Сейчас война мобильная в связи с тем, что масса применения дронов, поэтому мотоцикл помогает быть мобильным, помогает спасать жизни, помогает выполнять раздиверсионные задачи и различные задачи. Бойцы бригады Днепр также примут участие в церемонии открытия памятника в городе Куайса югостинскому бойцу Радиславу Хугаеву, погибшему в ходе СВО.